Данный газопровод в площади протяженности 26 километров. Рабочее совещание в пылевых условиях. Чиновники и газовики собрались на окраине села Орловка, чтобы окончательно решить, когда в домах местных жителей появится голубое топливо. Межпоселковый газопровод уже построили. Сейчас трубы прокладывают по селу и подводят к частным домам. Здесь деньги комбинированные. Межпоселковый газопровод – это на деньги «Газпром» в программе газификации регионов. То, что мы сейчас присутствуем внутри поселка, идет газопровод – это на деньги областного бюджета. И уже за газификацию домовладения платит сам потребитель. Людмила Михайловна живет в Орловке уже 25 лет. Пищу готовят на газе из баллона. Дом отапливает дровами. Для ее семьи это огромные финансовые и физические затраты. Тяжело очень. Ну, надо и дрова покупать, и уголь покупать, надо золу выгребать. Вот, а теперь, не знаю, надеемся. Повод сомневаться у жителей Орловки есть. В конце 90-х сюда уже подводили газопровод. Но из-за недостатка финансирования голубое топливо в селе так и не появилось. Кроме Орловки, по новому газопроводу природный газ поступит еще в три ближайшие деревни. А это почти 400 домов. Сейчас сельчане приобретают котлы, плиты и оплачивают работы по их установке. Компания «Газпром», ответственная за межпоселковую магистраль, свои обязательства уже выполнила. Те шесть межпоселковых газопровод, которые должны быть пусковые, они сегодня закончены, эти работы. Акты готовности сданы, переданы в Москву. И, в принципе, сегодня мы готовы для того, чтобы поставить газ нашим жителям. Там, где у нас высокая готовность к приему домовладения, там, безусловно, газ будет до 1 декабря. Саратовская область является одной из самых газифицированных в России. Сейчас голубое топливо поступает в дома 97% жителей. В следующем году по программе газификации регионов планируется провести газ еще в пять сел Саратовского и Балаковского районов. Елена Гришина, Александр Королев. Новости Телеобъектив. Новости Телеобъектив.